В продолжение темы, как не поддаваться панике. Сейчас этот вопрос особенно актуален. Сейчас, когда поступает огромное количество информации, часто субъективной, необъясненной и непроверенной. О том, как сохранить самообладание в этой непростой на сегодня ситуации, итогом недели расскажет психолог Гюльнара Инанш. Здравствуйте, Гюльнара Хану. Здравствуйте. Итак, как влияет информация о пандемии COVID-19 на состояние человека? Когда человек впадает в панику, у него начинаются проблемы. Если даже он не болеет, он может потянуть к себе эту проблему. Он просто психически бывает неадекватен. Он будет бояться всего. Он будет получать любую информацию как естественную. То есть он не будет различать между субъективной информацией, ложной и настоящей реальной информацией. Есть проблема, есть эпидемия. Это не первый случай вообще на планете, что есть эпидемия. В 70-х годах была эпидемия в Советском Союзе холеры, где пережили. Тоже были определенные условия переживания этой ситуации. Человек должен просто концентрироваться на здоровье, а не на болезни. Знаете, как можно ему лечиться? Не думая о болезни, а думая о здоровье. Понимаете, страх? Страха глаза велики. Он увидит, вот один человек поедет, и для него много. А нужно посмотреть так. Да, эта проблема есть, присутствует. Я знаю, я знаю вообще, как себя вести. Нужно мыть руки всегда, наверное. Нужно соблюдать свою гигиену всегда. Не только, когда ситуация доведена до такого состояния. И человек знает об этом. Он получил информацию. Да, есть такое состояние. Есть такое положение, когда моей жизни грозит опасность. Что нужно делать? Ну вот как сохранить бодрость, хорошее настроение? Думая о позитивном. Понимаете, не надо думать о том, что столько человек в мире погибло. Я перевожу на работу с пациентами на позитив. Да, например, в Китае умерли 3000 человек. А вообще вы посмотрите количество Китая, какое количество людей. И тогда ваш страх снизится. Понимаете, в психологии как? Когда мы думаем о плохом, мы всю энергию направляем в сторону этого негатива. Когда мы начинаем думать о позитиве, да, это всё есть. Но я защищена. Я защищена своим духом. Я защищена своей надеждой, своей верой. Знаете, психология – это нематериальная вещь. Там всё индивидуально. В принципе, мы же всегда болеем тем или иным видом гриппа. Я знаю людей, которые в феврале болели тяжелейшим гриппом. Это была высокая температура, это была рвота. Они вылечились. Они даже не знают тогда, чем болеют. Просто вечерись дома, они вылечились. То есть, если сейчас это находится под контролем государства, то не надо бояться. Понимаете, нельзя жить так, что постоянно, что со мной случится плохое. Ну вот люди сидят, допустим, уже несколько дней на карантине, неделями сидят на карантине. Что бы вы им посоветовали? Чем они должны заняться? Кроме того, что читать постоянно новости. Вместо того, чтобы читать постоянно новости, новости нужно знать. Нужно знать, что сегодня ввели определенный запрет. Это нужно знать. Но не вступать в какие-то диалоги, не участвовать в этих спорах, диалогах, где лежит мужчина, неизвестно происхождение этой фотографии, когда была сделана, и заявлять, что это человек умер от коронавируса в Азербайджане. Это очень низкие моральные качества тех людей, которые используют слабость именитета в настоящем моменте. Знаете, ведь человек, который сильным духом, у него же есть страх потерять близких людей. Если он даже сильно не боится, он боится потерять близких людей. И когда он видит, что где-то что-то случилось, ощущение, что это приближается к нему. Вот скоро. А он никто еще не видел. Может кто-то умереть, но я не должен думать об этом. И, кстати, этот момент, когда сейчас есть возможность посидеть дома, можно заняться именно семьей. Ведь как все семьи, они где-то на работе, не успевают работать с детьми, нормально пообщаться с мужем, с женой, родные между собой. И как раз момент, чтобы, например, можно играть какие-то настольные игры, просто пообщаться, просто читать вместе книги, понимаете, просто вернуться в те годы, когда не было эфиров, не было телевидения, когда люди сидели дома и читали книги, вот вместе сидеть вслух читать книги. Так прекрасно, знаете, устраивать семейные спектакли, устроить свой прекрасный мир, красивый, где нет этого коронавируса. Понимаете, мы счастливы, что уже занимаются власти всем этим, да, они делают то, что нужно. А я как гражданин что должен делать? Я должен сохранить стабильное психическое состояние моей семьи. Я не только внешне, так и внутренне должен быть спокойным. Мысли-то они передаются, нам нужно быть просто спокойным. Да, это и есть, но я защищена, защищена моим духом. Я не подумаю об этом. Я помыла руки, сделала все гигиенические условия, что мне необходимо. И всё. А дальше уже мы не можем жить постоянно в этом страхе. Какие последствия могут быть для психики человека? Депрессия. В первую очередь, депрессии, панические атаки могут быть. Но, конечно, у тех, у которых они уже присутствуют, немного могут осложниться. Это не всегда уход в себя. Это может быть наоборот всплёск всех эмоций, через смех, через желание общаться. Здесь очень важен фактор общения. Здесь должны общаться друг с другом. Общаться через общение, облегчать себя, облегчать себя. Знаете, не все думают, когда общаюсь с пациентом, не все думают о коронавирусе. Какие заботы домашние. Это, с одной стороны, хорошо. А с другой стороны, человек, если не грамотен, он может нести, мы же ещё носители вируса, у него слабый именитет, тем более сейчас время авитаминоза, то есть тело уже слабое, а душа тоже неизвестно в каком состоянии, он может просто навредить. Поэтому эти запреты, они очень важны. Ну, вот эти все передачи, которые посвятительские, и музыкальные передачи, они очень важны. Кстати, вот через музыку, через весёлую музыку именно, конкретно, чтобы были песни, танцы, пляски, не просто там грустные песни, нет. Именно должна быть такая музыка на мажоре. Ну, я просто уверена, что у нас скоро всё закончится. Любой вирус, любая болезнь. Есть стартовая позиция, есть пир, есть падение. Вот сейчас идёт на спад всё. Понятно? Потому что, ну, это вечно длиться не может просто. Это не может ничего не длиться вечно. Просто нужно всегда верить, что за темнотой идёт свет. Да, есть такая проблема, но я счастлива, что у меня есть отец, то есть государство моё, кто занимается этим. А сколько есть народу, у которого нет этого государства. Мы можем обратиться, это за меня решили, что мне не надо идти, выходить на улицу в это время. Мне не надо делать то и другое. Ну, я как малый ребёнок, может, я не понимаю до конца. Но есть отец, который это понимает. И это очень ценные вещи. Спасибо вам большое за позитив и за участие в нашей программе. Спасибо, благодаря. Я напомню о том, как в условиях распространения коронавируса не поддаваться панике, итогом недели рассказала психолог Юльнара Инанш. Основной посыл заключается в том, что важно доверять только проверенной информации, следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Понимание ситуации поможет справиться с тревогой.